Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие, взрослые и маленькие друзья! Снова я с вами, чтобы прочитать сказочку, которая называется «Старик и лентяй». Послушайте, пожалуйста. Жил в давние-давние времена бедный старик, и никого у него, кроме старухи, не было. А вот пришло время сено косить, говорит старуха-то ему, «Ступай-ка ты, старый, в соседнюю деревню, поищи себе помощника». И пошел старик. Встречает джигита, ну, то есть молодого человека. Помощник мне нужен, сынок. Не пойдешь ли ко мне в работники? Нет, дедушка, плохой из меня работник, отвечает тот. Одеваюсь я долго. Это ничего, отвечает старик. Я и сам непрост. С воды пьян бываю. Ну, если так, пойдем поработаю у тебя. И вот привел его старик домой. Утром они встают, чай пьют, и хозяин быстренько с едой справился, пошел во двор, собрал, что надо, и за работником идет. А тот еще лапти не надел. Вот старик-то и говорит, «Ладно, сынок, пойду я пока, а ты ступай вот такой дорогой, там и найдешь меня». Взвалил он на плечо косы и отправился в луга. А джигит-то надевал, надевал лапоть. Пока управился-то, полдень настал. А лапоть, дети мои, это башмаков-то раньше не могли сделать. И вместо башмаков надевали такие плетеные. Ой, да что я вам рассказываю? Я вам лучше их покажу. А вот и лопаточки, друзья. Вот такие плетеные. Смотрите. Где-нибудь в музее, может быть, еще и потрогаете. А может быть, у бабушки в деревне. Так вот, как я говорю, полдень уж настал, а джигит-то все только еще принимается за второй лапоть. Солнце село, а старик уж домой идет. А он на силу обулся. А как, поужин ли? Так джигит живо, скинул лапти, да и спать завалился. Да тут же захрапел. Старик-то и говорит старухе, старуха, завтра я воды у тебя попрошу, а ты скажи, да пойди из ведра на пейсо. Утром встали они, поели, джигит снова посреди избы, сел, лапти надевать начал. А старик-то и говорит, подай-ка воды мне, старуха, что-то не напился я. А старуха-то и отвечает, вода в ведре, а пойди напися. Вот выпил ковш воды старик и захмелел, качает его во все стороны. Пошел и в стену ударился, потом к печи припал, вынул из нее кирпич. Да как ж, вырнет в джигита. Кирпич над самым его ухом-то просвистел и в стену ударился. Напугался, джигит во двор выскочил, а старуха следом вышла. Куда ж ты, сонок? О, бабуся, плохи дела, говорит джигит. Дед-то пьян, совсем не даст он мне житья. Вынеси-ка мне второй лапоть да сонучей. Погоди, сынок, говорит старушка, вот успокоится старичок-то, а ты сядешь посреди избы, да не спеша и обуешься. Нет, бабуся, прошу тебя, вынеси лапоть, надо обуться раньше, чем дед из дому выйдет. Вот вынесла старуха ему лапоть, а тут и дед, спотыкаясь, на крыльцо вышел. Увидел его, джигит схватил лапоть и в сарай со всех ног кинулся, быстренько там обулся. Дед видит это и трезвеет на глазах. Пошли они на сенокоз вдвоем. За день поработали на славу. Вечером домой идут, поели, попили, спать улеглись, а на следующее утро только уселся, джигит, посреди избы, чтобы лапти обуть, а дед уж кричит. дай-ка воды мне, старуха, сунул работник ноги в лапти, без оглядки из избы выбежал, даже оборки-то не подобрал. Кой-как наспех оделся и пошел с дедом на луг. Вот так отучил дед джигита от лени. Вот и вся сказочка. А уж хороша или нет, вы мне в комментариях и напишите. Спасибо вам, говорю, за внимание и до новых встреч, друзья! спасибо вам, что приходите на канал, слушаете, комментируете. До новых встреч, мои хорошие! субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...